Добрый день! На 12-м канале Час новостей в студии Тахминаты Нысовой и смотрите в этом выпуске. Меньше в 15 раз в регионе убрано всего 7% зерна с полей, какие прогнозы дают специалисты. Крылатое братство не узнать. В Чкаловске открыли обновленный сквер ветеранов авиации. Выпрыгивали из горящей машины прямо на ходу. В Омске вспыхнул УАЗ с пассажирами. Фармфабрики, спортивные базы и квартиры. Без строительства жилья на селе мы молодежь обратно не привлечем. Глава региона встретился со студентами омских вузов, чтобы вывести формулу успеха. Имеют право на страховку, а мячам, пострадавшим в аварии с маршрутками, выплатят 2 миллиона рублей. Помочь своему ребенку и десяткам других. Когда ты видишь, что вокруг ребенка на инвалидной коляске, думаешь, ну тебя это никогда не коснется. В Омске семейная пара открыла центр реабилитации для особенных детей. И разделе трудностей вместе с любимой командой. Надеюсь, что я без травм проеду, потому что это как бы здесь сильно принципиально. Но какие-то определенные неудобства, нагрузки вот испытает. Омский байкер Кирилл Хариби в поддержку «Авангарда» добирается на игры на мотоцикле. Омский байкер Кирилл Хариби в Шереченском районе. Министр сельского хозяйства Максим Чекусов обратился к аграриям с просьбой ускориться и при благоприятной погоде незамедлительно приступить к уборке зерновых и особенно озимых культур. По прогнозам гидромедцентра, осадков в ближайшие три дня не будет. В Омске открыли новый сквер «Крылатое братство». Это один из шести объектов, который по решению о мячей попал в программу формирования комфортной городской среды. За создание сквера проголосовали больше 40 тысяч человек. Он расположен в Чкаловском поселке, который носит имя легендарного советского летчика Валерия Чкалова. Поэтому новый сквер появился именно там. И есть еще интересные факты, о которых расскажет Анна Черных. Место для сквера выбрали действительно не случайно. Здесь он находится на пересечении с Космическим проспектом. И раньше он был взлетной полосой. Неподалеку отсюда собирали боевые самолеты. И в годы Великой Отечественной войны, чтобы самолеты могли сразу отправиться на фронт. И нужна была эта взлетная полоса. Идея создать этот сквер принадлежит ветеранам авиации. Члены Совета «Крылатое братство» разработали проект, предложили эту идею. А мячи активно ее поддержали. Больше 40 тысяч человек проголосовали за этот сквер. Поздравить жителей с этим событием приехал и глава региона Александр Бурков, мэр Омска Оксана Фадина. Они отметили, что сквер хоть и находится на небольшой территории, но он довольно уютный, красивый. Здесь новые тротуарные дорожки, деревья, высажены кустарники различные. И, конечно, центральным местом сквера является памятник, посвященный героям авиаторов. Как говорят ветераны, его высота 11 метров. И создание этого объекта было для них особенно важным. Давайте послушаем, что они говорят. Город Томск вообще авиационный город. В городе названы в честь наших летчиков, наших амичей. Улица Перелета, да, это летчик-испытатель, который закончил нашу Омская школу пилотов. И был любимым шеф-пилотом Туполева, кстати. И погиб при облете самолета Ту-95. Улица Бердникова, это тоже наш летчик. Улица Кузнецова, Николая Кузнецова. Очень многие считают, что эта улица названа в честь героя-разведчика Кузнецова Николая. На самом деле, названа в честь летчика Николая Кузнецова. Сегодня сюда пришли многие жители Чкаловского поселка. Это событие важно и для них. И давайте послушаем, как они оценили появление нового сквера. Дорожки вот эти. Вот эта вот необычная такая вот веранда с необычными лавками. Да вообще все новое, все всегда хорошо. Вот этот постамент, конечно, очень мне нравится. Красиво сделали. Летчикам, конечно, очень приятно. Просто гулять хорошо. Ну, пока одна качелька стоит. Ну, надеемся, что будет больше. Задачей архитектора было не просто подчеркнуть историческую значимость этого места, но и создать комфортное, удобное пространство для горожан. Поэтому здесь появились новые качели для детей, тренажеры, а также теневой навес. Сейчас мы вам его покажем. Вот здесь смогут отдыхать жители, прятаться в жару от солнышка. Вот, то есть пространство действительно получилось очень современным и комфортным. Поэтому думаю, что многие амичи будут приходить, чтобы здесь прогуляться. Анна Черных, Александр Саражин, Сергей Гаврилов, 12 канал. Квартиры молодым специалистам будут предоставлять в районах со следующего года. Жильем планируют обеспечить медиков и аграриев, которые готовы жить и работать в селах. Такое решение правительства Омской области озвучил Александр Бурков на встрече со студентами. Будущие врачи и фермеры рассказали, как они видят развитие родного региона, чего не хватает для полноценной жизни и успешной карьеры. К примеру, медики настаивают на строительстве новых фармацевтических фабрик. О подробности у Анастасии Галаевой. В аудитории медуниверситета выводят формулу успеха. Что нужно молодежи, чтобы успешно реализовать себя в регионе? Ответ студентов прост. Повысить стипендии, гарантировать трудоустройство. Именно Омский медицинский единственный вуз в регионе, где 100% выпускников обеспечиваются работой. Действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», когда медикам в селах выдают подъемные и стараются обеспечить жильем. Доктор получает миллион рублей, а фельдшер — 500 тысяч. Затронули тему возрождения фармотрасли. В регионе есть лишь небольшие лаборатории в аптеках, где производят лекарства. Этого недостаточно, уверены врачи. Кроме того, в Омске не готовят биодобавки и вакцины для ветеринарии. При том, что специалистов этого профиля вуз выпускает на протяжении 10 лет. То, что касается фармацевтических предприятий, прозвучавших, и желание возродить эту отрасль, на мой взгляд, ее надо возрождать тогда на площадке вашего вуза. Не пытайтесь сегодня то старое прежнее оборудование. Надо сегодня или делать нам какой-то ресурсный центр научный, который обязательно, чтобы мы в этом направлении, может, при поддержке областного бюджета, развивали эту тему. Так уже с вашим взглядом. Село как территория возможностей. На встрече уже в аграрном вузе Александр Бурков беседует со студентами, начинающими фермерами. Главный вопрос – как молодежь может участвовать в социальном преобразовании деревни. Векторов много, но должна быть перспектива роста зарплаты и госпрограммы поддержки. Впрочем, не хлебом единым, замечают студенты. Агрария и фермеры готовы ставить рекорды не только в битве за урожай или в производстве молока, мяса, но и в спорте. Региональный центр спортивной сельской молодежи очень нужен нашему региону, так как Омский аграрный университет сможет объединить в себе все районы нашей области. И мы сможем проводить более квалифицированные соревнования на базе нашего университета. Хорошо, что у нас имеется большая спортивная инфраструктура, у нас есть прекрасный стадион, у нас есть классная лыжная трасса. В регионе готовы поддерживать молодежные инициативы. В 2019 году в программу для молодых специалистов аграриев, медиков, учителей, приезжающих работать в село, заложат дополнительные деньги. В этом году подъемные получили 75 выпускников омских вузов. Без строительства жилья на селе мы молодежь обратно не привлечем. Поэтому с 2019 года будем делать программу муниципального строительства жилья в наших районах, так муниципальных, для того, чтобы могли предоставлять молодым специалистам, как работникам аграрного сектора, так и бюджетного сектора, эти квартиры. Но кроме этого, надо не забывать вопросы культуры, быта, спорта, медицины, которые должны быть тоже на селе. Это такая серьезная, комплексная программа. Попросили студенты и больше простора для творчества. Речь о пустующих сценах на Зеленом острове. Молодые люди рассказали, что с успехом выступают в различных группах, поют, танцуют, а также играют в КВН. Анастасия Галаева, Екатерина Лушникова, Анна Кокорина, 12 канал. А мечи на ходу выпрыгивали из горящего УАЗа. Кадры полыхающей машины появились в одном из омских пабликов. Судя по всему, возгорание произошло на полном ходу. По словам очевидца, пламя охватило УАЗ почти мгновенно. Пассажиры едва успели выскочить из горящего автомобиля. На месте ЧП работали пожарные, огонь в итоге потушили. Но машина сгорела полностью и восстановлению не подлежит. В день выборов губернатора Амичи смогут бесплатно проехать на общественном транспорте. Сегодня депутаты горсовета приняли решение о введении транспортной льготы 9 сентября. Подробности расскажет Никита Смирнов. Будет вот таких два бесплатных купона выдаваться специальными волонтерами при выходе с избирательного участка. Одна контрамарка, одна поездка. При входе нужно лишь передать ее кондуктору. Проезд бесплатный. Купоны действительны только 9 сентября и только в муниципальном транспорте, автобусах, троллейбусах, трамваях. Ограничений по маршруту нет. Проехать можно в любую точку города. Значительная часть населения на сегодняшний день находится на своих дачных участках, загородных домах. Естественно, что вот эта затратная часть, связанная с поездкой на выборы, она влечет за собой дополнительные расходы граждан. Поэтому мы и вышли с такой инициативой и приняли такое решение для того, чтобы обеспечить тем жителям, которые находятся вдалеке от своего дома, а голосуют, соответственно, по месту прописки, могли бы реализовать свое избирательное право. Льготу на проезд в день выборов депутаты приняли почти единогласно. 31 голос за, 4 против. Впрочем, не обошлось без дискуссий. Прозвучало предложение использовать непогашенные льготные талоны до конца сентября. Но инициативу абсолютным большинством не приняли. Ведь наверняка найдутся умельцы, которые в считанные дни заполняют Омск фальшивками. Чтобы нам не усложнять ситуацию тем, что, скажем, защищать этот документ от подделки, специально прописывать защитные механизмы, связанные с учетом этих документов, с их оформлением непосредственно в автобусе у кондуктора. То есть это же все, на самом деле, это выглядело как бумажка, но за этой маленькой бумажкой, за талончиком, реальные деньги. И деньги бюджета. Акция обойдется городскому бюджету в 2 миллиона рублей. Эти средства транспортные предприятия получат после выборов, когда станет известно, сколько избирателей в день голосования воспользовались бесплатным проездом. Никита Смирнов, Александр Козлов, 12 канал. В Омске стартовал городской форум молодого избирателя. В Кировском округе открылась первая площадка викторины. В течение трех дней больше тысячи студентов со всех округов будут изучать российскую конституцию, предвыборное право и программы каждого из кандидатов на пост губернатора Омской области. В финале по пройденному материалу участники сразятся в батл-поединках. Главная идея форума – привлечь молодежь к выборам, сделать молодых людей политически грамотными и активными. Я считаю, что очень важно отстаивать свою гражданскую позицию, как мне, как представителю молодежи, потому что если не я пойду на выбор, кто-то сделает этот выбор за меня, и потом результаты я буду видеть это в будущем. Есть уже такая традиция, что в избирательных кампаниях в день голосования приходят люди старшего возраста. И вот этот стереотип необходимо сломать, потому что все-таки будущее мы ассоциируем в основном с молодежью. И молодежь должна почувствовать свою и ответственность, и понимание того, что от их голоса зависит тоже очень многое. А мячам пострадавшим страшным ДТП с маршрутками выплатят компенсации. Расходы пообещала взять на себя компания, в которую, как оказалось, застрахован перевозчик. Напомню, жуткое ЧП произошло на прошлой неделе на улице Лукашевича. Там столкнулись пассажирский микроавтобус и мусоровоз. От удара у грузовая машина задела еще одну маршрутку. В результате два человека погибли. Более десяти попали в больницу. Родственники погибших получат максимально возможную выплату. Это 2 миллиона 25 тысяч рублей. Для пострадавших размер компенсации будет зависеть от тяжести полученных травм. Амичей просят помочь семье, которая открыла центр реабилитации для особенных детей. Елена и Виталий Ивановы воспитывают ребенка-инвалида. Объездив разные города, в поисках специалистов супруги решили организовать комплекс для детей в родном городе. В следующем году Ивановы рассчитывают получить президентский грант на развитие. Однако расширять центр необходимо уже сейчас. Маленьких пациентов становится все больше. Тему продолжит Татьяна Денисова. Елена Иванова следит за всеми занятиями в центре. И радуется успехам каждого пациента, как своим. Четыре года назад Юлина родилась дочь. Девочки поставили диагноз задержка в развитии. Два года семья возила Таисию на реабилитацию в Сюмень, Кимерово-Чулябинск. Когда убедили, что массаж и вискультура дают положительные результаты, решили открыть центр в Омске, чтобы помочь своему ребенку и десяткам других особенных детей. На самом деле никогда не задумываешься, когда живешь обычной жизнью, офисного работника и так далее. То дом, семья, работа. И когда ты видишь, что вокруг ребенка на инвалидной коляске, думаешь, ну тебя это никогда не коснется. Моя задача не только помочь своему ребенку, но и помочь детям другим. И именно, чтобы родители не ездили по всей России и не искали вот этой помощи в других реабилитационных центрах. Нам нужно вот так сделать в своем городе, чтобы родителям было максимально удобно получать эту реабилитацию дома. В центре лечет детей с двигательными нарушениями и задержка психоречивого развития. Врачей несколько. Это массажист, логопед, психолог, инструктор по адаптивной физкультуре. Мы ходим в этот центр. В октябре будет уже год, как мы ходим. За этот год мы научились сидеть. Ну, как бы для нас это очень большой шаг. Точнее, маленькими шагами мы идем, как говорится, к цели поставленной. Очень нравятся наши преподаватели. Мы не преподаватели, а наши инструктора. Прекрасный руководитель этого центра. То есть отношения прекрасные. Все нам нравится. Большая часть средств на развитие центра идет из личного бюджета Ивановых. В этом году они планируют переехать в более просторное помещение. Пациентов становится все больше и места для работы с малышами просто не хватает. Но в новом здании необходимо сделать ремонт. Потребуется и дополнительное оборудование. Ивановы готовы принять любую помощь. В центре ждут волонтеров или активных родителей, чьи дети также родились с особенностями развития. Татьяна Денисова, Павел Ланджос, 12 канал. И вот о чем еще расскажем в итоговом выпуске в 19.30. Спецмука и произведение искусства из зеркала. Омские нау-хау покоряют омичей и получают субсидии на развитие от регионального правительства. Например, стекольное производство. Здесь создают интерьерные зеркальные шедевры. Это смотрится эстетичнее, дороже, но и работы здесь значительно больше. Ведь главный акцент сделан на обработке краев. Субсидии на производствах потратят на покупку суперсовременного оборудования, что позволяет процесс изготовления ускорить, а изделия сделать еще интереснее. Скидки, бытовая техника, гаджеты и автомобили. Союз организации торговли Омской области в честь 25-летнего юбилея подготовил подарки. Чтобы испытать удачу, необходимо 9 сентября посетить избирательный участок, найти волонтеров футболки с надписью «Мой регион» и получить купон. Кто знает, какие подарки сокрыты в этой увесистой пачке сертификатов. Возможно, если перевести их в денежный эквивалент, получится аналогичная по толщине стопка банкнот. И я говорю совсем не о мелких купюрах. Денис Жарков расскажет о деталях акции. В погоне за любимой командой байкер из Омска преодолел уже 2000 километров. Кирилл Харибин на мотоцикле отправился вслед за «Авангардом», чтобы поддержать клуб. В этом сезоне ястребы играют в подмосковной Балашихе, так как родная арена Омск находится в аварийном состоянии. Мотопробег длится уже четвертый день, а мич побывал в нескольких городах и уже посетил игры других команд КХЛ. Но главное, пообщался с фанатами. Повсюду ястребов поддерживают, ведь минимум год спортсмены не смогут выступить перед своей армией болельщиков в Омске. Видеоотчеты дорожного приключения пересмотрела Елена Смирнова. Ни дождь, ни сильный ветер не останавливают Кирилла Харибина. Мотоцикли парень отправляется в 10-дневное турне через всю страну. Каприза погоды экстремалу не помеха. Любовь к хоккей и преданность родному клубу «Авангард» сильнее любых природных катаклизмов. Наши хоккеисты, они тоже испытывают определенные перенагрузки на тренировках. Тоже есть и всякие сложности, и спад эмоциональный, и травмы, и так далее. Надеюсь, что я без травм проеду, потому что это как бы здесь сильно принципиально. Но какие-то определенные неудобства, нагрузки вот испытаю, и тем самым еще более, то есть, ну, как бы по-мужски, скажем так, да, то есть не просто на самолете прилететь. Первая остановка в Челябинске и первая игра «Трактор» против ЦСКА. Хозяева уступают. Счет сухой 0-3. Местные фанаты поддерживают команду. Слова поддержки болельщики нашли и для мячей. Держите с нами. Мы к вам приедем. И обязательно победим. А мячей держитесь. Омский «Авангард»! Омский «Авангард»! Екатеринбург перед Ледовым дворцом фанаты команды «Автомобилист» торжественно открывают новый сезон КХЛ. Побед желают омским ястребам, а болельщикам терпения, ведь минимум год игры «Авангарда» в Омске можно будет смотреть только по телевизору. Ребятки, у вас будет все хорошо. Конечно, вам непросто, но мы с вами, мы вам сочувствуем, у вас все будет хорошо. Верьте в себя. И верьте в команду. Удачи. Я очень хочу, чтобы, несмотря на все трудности, все в вашей команде у вас было замечательно. Сегодня омский байкер в Казани. Впереди Нижний Новгород, Ярославль и Череповец, где Кирилл наконец увидит омских хоккеистов. Здесь пройдет матч между «Авангардом» и «Северсталью». После «Хариби» по пятам проследуют за своей командой. Он будет болеть на трибунах в Санкт-Петербурге и Москве. И, конечно, покажет омский хоккей-болельщикам в своих видеоблогах. Елена Смирнова, Никита Смирнов, Дмитрий Алдыгепченко. 12 канал. После короткой рекламы прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. По здоровью есть вопросы. 48-38-38. Ну и в завершении выпуска о погоде. Завтра, 6 сентября, облачь, насадков не ожидается. Ночная температура воздуха в районах 9-11, тепла днем плюс 15-19. В Омске ночью до плюс 10 градусов, днем 14-16. Ветер слабый, атмосферное давление 756 мм ртутного столба. Далее на 12-м канале продолжение сериала «Миллионер по неволе». Увидимся в 19.30. Субтитры создавал DimaTorzok